Рёв мотора приятно греет душу каждого, кто однажды решил сесть за руль мотоцикла. Любой из здесь присутствующих, будь то 9-летний мальчишка или мотоциклист с 40-летним стажем вождения, уверен, уметь управлять такой техникой не просто интересно по-мужски, но и престижно, особенно сейчас, в наш век компьютеров. Наркотиков много, и не только наркотиков, спиртное, молодёжь это всё губит. Я сам ушёл также с улицы, то же самое. В общем-то, если бы не мотоспорт, то я не знаю, что бы могло быть. И хочу помочь, мы постараемся есть что рассказать, что показать и чему научить. У нас интересный вид спорта. Среди инициаторов создания мотошколы президент клуба «Металлург» Валерий Нефантьев. Молодёжь, если честно говоря, безбашенная. Родители покупают очень мощные мотоциклы, а ездят они практически, как у нас в спорте говорят, ручка, которая справа на себя, это газ, открывают, а больше ничего не умеют. Не тормозить, не рулить. Поэтому вот это начинание, начинание, оно, конечно, я не думаю, что мы первооткрыватели, но, тем не менее, повысить своё мастерство в экстремальных условиях для человека молодого, который получил права, но ездить практически не умеет. Я считаю, что мы сохраним очень много жизни молодых и спокойствие родителям. Заниматься с ребятами будут мастер спорта Алексей Глухов, а также его соратник Геннадий Митц, заслуженный мастер спорта по мотоболу. Главная задача проста, говорят тренеры, научить водить мотоцикл, полюбить мотоспорт, быть грамотным водителем. А кроме того, владение железным конём открывает большие возможности. В настоящее время существует множество видов спорта, связанных с мотоциклами. Я думаю, детям очень многим понравится, и, конечно, пожалуйста, всегда на мотоцикле научили ездить. А дальше выбирайте мотобол, мотокросс, спидвей, любой вид спорта. Семён Чернышёв – один из самых юных мотоциклистов, хотя стаж его вождения 4 года. Немногословен, уверен в своих силах, настоящий будущий мужчина. На кого ты хочешь быть похожим? Пошёл, папа. Он тебе тоже ездит, да? Есть какая-то цель, связанная с этим? Для чего ты всему этому учишься? Ну, чтобы побежать в гонках. Удивительный спорт захватывает не только представителей сильной половины человечества. Мария Филонова водить мотоцикл мечтала научиться с детства. Мечта сбылась, когда ей было далеко за 30. Любительница путешествий, теперь она путешествует на мотоцикле. Ну, вот я сегодня первый раз в этом сезоне выехала, ну, кайф. Ну, ничего, наверное, с этим не сравнится. Это самое сильное ощущение в моей жизни, самое сильное ощущение. Ветер, скорость, дорога. Я очень люблю путешествовать далеко, долго. Вот, а от работы до дома не интересно доехать, а путешествия – это очень здорово. Мотошкола приглашает всех тех, кто хочет подружиться с мотоспортом, научиться водить мотоцикл и в дальнейшем использовать умную технику как возможность сделать свою жизнь интереснее. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Продолжение следует...